Убить Убить И горечь обиды в себе не таить Любить это значит с великим терпением С дороги неправды к добру приводить Любить это значит в минуту тревоги Спасая людей, свою жизнь не жалеть Кто любит, тот пишет надеждою Бога Он жив и не может навек умереть Любить это значит прощаться с смирением И горечь обиды в себе не таить Любить это значит с великим терпением С дороги неправды к добру приводить Любить это значит прощаться с смирением И горечь обиды в себе не таить Любить — это значит с великим терпением, с дороги неправды к добру приводить. Любовь и чудесный, подарок от Бога, ценить всех сокровий, ценить всех народ. Где есть любви, достигая до слуха, пустыня становится краем цветов. Любить — это значит прощаться смеем, и горечь обиды в себе не таить. Любить — это значит с великим терпением, с дороги неправды к добру приводить. Любить — это значит прощаться смеем, и горечь обиды в себе не таить. Любить — это значит с великим терпением, с дороги неправды к добру приводить. Субтитры подогнал «Симон» Берегите любовь Чтоб сильнее тянуться друг к другу Берегите любовь, что есть мочь и сил Словно сердце протягивая руку Берегите любовь Несмотря ни на что В свою жизнь не пускайте разлуку Берегите любовь Остальное потом Протяните ей верную руку Протяните ей верную руку Берегите любовь Берегите любовь Ваше счастье не вне С Богом в сердце ее ты увидишь Берегите любовь Несмотря ни на что В свою жизнь не пускайте разлуку Берегите любовь Остальное потом Протяните ей верную руку Протяните ей верную руку Берегите любовь Берегите любовь Берегите любовь Берегите любовь И за тысячи мил Сердце чувствуйте Сердце любимым Берегите любовь Это ваш материн В вашей жизни надежд Ваших милых Берегите любовь Несмотря ни на что В свою жизнь не пускайте разлуку Берегите любовь Остальное потом Протяните ей верную руку Берегите любовь Несмотря ни на что В свою жизнь не пускайте разлуку Берегите любовь Берегите любовь Несмотря ни на что Берегите любовь Не смотря ни на что, Свою жизнь не пускайте Разуму, берегите любовь, Остальное потом протяните И верную руку протяните. И верную руку... Ветви крутых дорог Ждут нас всех впереди, Только великий Бог За нами вслед глядит. Если придет беда, Руку протяните он, С ним никогда, никогда Не разобьется очок. С Господом путь пройти Наше желание, Пусть светит нам в пути Его сияние, В нем наш источник сил Благословенье, С Господом путь пройти Наше стремление. Пусть не всегда цветы, Пусть не всегда тень роз, Но сколько радости Дарует нам Христос. С ним веренится лет, Будет как только сон, С темных цветовенец Для нас готовит он, С Господом путь пройти Наше желание, Пусть светит нам в пути Его сияние, В нем наш источник сил Благословенье, С Господом путь пройти Наше стремление. Смело глядим мы вдаль, В будущ нас всех дорог, Нам не страшна печаль, Путь приготовил Бог. Светлой надежды луч Сердечный мир дарит, Солнцем сквозь гряды туч За нами Бог светит, С Господом путь пройти Наше желание, Пусть светит нам в пути Его сияние, В нем наш источник сил Благословенье, С Господом путь пройти Наше стремление. Пусть светит нам в пути Его сияние, С Господом путь пройти Наше желание, Пусть светит нам в пути Его сияние, В нем наш источник сил Благословенье, Сквозь спадом путь пройти Наше стремление. Как-то на одном из вот таких листочков, Я не знаю, там у вас он есть, Наверное, есть. Первым вопросом стоит здесь так, Как муж собрался на рыбалку на ночь, А то и на несколько, С другом, Вам это страшно не нравится, Но! Как должна поступить мудрая жена? Знаете, мне очень понравилась Одна ситуация. Проснулась, говорит, в 4 утра, Сломала все удочки, Спустила червей в унитаз, Легла, крепко прижалась к любимому, Жить осталось полтора часа. То есть, она любой ценой Грызет свое счастье. Я скажу, что она мудрая. Я на вашей стороне, жены. Сестры, я на вашей стороне. Никакие хобби, Никакие увлечения мужа Не могут стоять выше отношений. Кто с этим не согласен? Езжайте на рыбалку. Я думаю, что вам там будет о чем подумать, Пока не будет клевать. Итак, У нас сегодня очень мало времени. Тема очень серьезная, глубокая, Интересная, важная. Тема, которую мусолят многие годы Проповедей столько, Интернет пестрит, лекции, семинаров, Чего мы только не наслушались Уже за нашу христианскую жизнь. Но когда касаешься практики, Что-то не работает. Когда голова уже вот такая, Как мячик надута знаниями. А когда касаешься практики жизни, Где-то что-то хромает, И нестыковка какая-то. Мы давайте попробуем С Божьей помощью немножко разобраться. Для себя. Лично для себя. Не для соседа слева. Лично для своей семьи. Итак, мы с вами говорим сегодня о том, Что этот текст Писания, Который записан в книге Притчи, А мы его знаем все наизусть. Абсолютно все. Все женатые люди, И даже не женатые. Они знают этот текст наизусть. Мудрая жена, Она устроит дом свой. Глупая, Глупая разрушит ее своими руками. Автор этих слов кто? Соломон. Может, если и не он, А где-то он нашел это выражение. Но я думаю, что автор этих слов он. Почему я так думаю? Соломон, друзья, был не просто царь. Соломон был не просто поэт. Соломон был человек, любитель женщин. Соломон, друзья, был прекрасный знаток стройки. Почему так говорю? Почему? Потому что давайте посмотрим его историю, И посмотрим, что 7 лет Соломон строил храм, правильно? 13 лет Соломон строил свой дом. 20 лет в бизнесе. Я думаю, что уже можно было бы, знаете, этот сайдинг бить вслепую за 20 лет. То есть, когда ты работаешь постоянно в чем-то одном и специализируешься, Ты уже становишься хорошим, первоклассным, профессиональным специалистом. И когда люди смотрят на твою работу, они любуются и говорят, Это делал мастер. Но когда мы берем мастерок раз в год в руки, То такая будет и кладка. Правильно. Все, кто связаны со строительством билдера, Вот здесь говорили, жена там третий разряд конного спорта, Муж строитель там и так дальше. Ну, это не обошло ни одного, я думаю, брата маломальски Здесь в этой стране или там в тех странах, где мы раньше жили. Каждый понимает, что существует определенный порядок стройки. Правильно, правильно, братья и сестры, Которые даже понимаете некоторый итог. Существует определенная последовательность. Мы не можем начинать с крыши. Ну, тупо, глупо, но мы должны это понимать. Есть определенные последовательности. Больше того, есть определенные коды, определенные расчеты, Определенные правила, которых строитель обязательно должен придерживаться. Почему? Иначе все пойдет прахом. Иначе треснет, лопнет, иначе рухнет. Почему? Для этого они существуют. Я когда достраивал дом своему сыну, приходит инспектор. По-нашему, ну подпиши же эту бумагу, да закрой глаза, да все нормально, пусть пройдет. Нет, он говорит, ребята, я здесь для того, чтобы вам помочь. Чтобы у вас не было проблем. Потом, я здесь для того. Сделайте так, как надо, и все, и все. Друзья, начальник Божий слуга, а тебе что, на? На добро. На добро. Поэтому существует эти, ну, существует проверка почвы, мы говорим, там зона какая-то. Потом мы что делаем? Мы начинаем план делать, да? Мы начинаем чертить план другими словами. Мы рисуем в своем воображении сначала, что мы хотим. В каком доме я хочу жить? Вопрос не стоит, в каком огромном или маленьком. Вопрос стоит, как он должен выглядеть. И вот к этому мы идем, правильно? Мы его держим в голове, в уме, в сознании, где-то в фантазиях, в мечтах, в снах. Мы идем к нашей мечте. Мы хотим жить там, где мы хотим. Потом мы получаем в Сити, что получаем? Пермит на строительство. Некоторые, знаете, без Пермита женились, без отцовского благословения. Я скажу, что это очень плохо. Люди в жизни теряют, когда они не прислушиваются к родителям и не дорожат благословениями. Это Пермит, который должны получить молодые люди на начало своей стройки, своей семьи. Потом идет что у нас? Выбор материалов. Я тоже очень помню. И знаете, как это важно, когда ты объездишь тот весь несчастный Ванкувер и Портланд, а этот оттенок не будет. Мама ты моя родная, когда потом все закончил, ты же даже не смотришь туда. У тебя некогда смотреть не на тот потолок, не на те стены, не на тот карпин, не на тот оттенок плитки. Некогда. А тогда, когда выбирал, так было важно, да? Так было важно. Знаете, что очень важно выбор материалов? Очень важно. Очень важно. Потому что, если хочешь дешево и сердито, то скупой дважды платит. У нас, знаете, как говорят, что человеку русскому для полного счастья надо? Чтобы сосиски были нарисованы и цена низкая. Вот такой менталитет у нас. Я вернулся с Мексики не так давно. Друзья, это менталитет. Можно жить бедно, но чисто. А они живут и бедно, и грязно. Ну так убери. Почисть. Сделай уютно, приятно. Можно жить бедно, но чисто. А по всему видимому, как думаем, так и живем. Как мыслим, с чем соглашаемся, так и живем. То у нас есть. Очень важно, друзья, соблюдать не только, как выбираем материалы, но в процессе стройки соблюдать правила техники безопасности. Это очень важно. Иначе, если не оденешь очки и получишь осколок в глаз, будешь иметь большие проблемы. И не зря оно существует. Друзья, есть описание для нас. Это правило по технике безопасности. Как все-таки мудро устроить наш дом, семейный дом. Очень важно спрашивать, друзья, когда ты особенно неопытный и ничего не волокешь там. Не понимаешь, да? Делаешь вид. У меня есть один друг, который всегда говорит, никогда не говори заказчику, что ты эту работу никогда не делал. Всегда говори, сделаем, обязательно сделаем. Потом, когда подписал, думаю, мама родная, что я сделал? И начинает спрашивать друзей, YouTube, Google, все на свете. Почему? Не потерять клиента. Работа. Деньги. Знаете, когда мы тоже приступаем к стройке нашей семьи, никогда не стыдно спросить. Особенно у тех, у кого уже есть определенный опыт. Особенно у тех, у которых есть определенный стаж. Особенно у тех, из которых мудрость, познание. Да, друзья, кто имеет уже что-то за плечами, и когда тебе что-то не получается, не стыдно. Никогда не должно быть нам стыдно сказать, когда тебя даже спрашивают брата, проповедника, пастыря. Как вот это ты думаешь, брат? Никогда не стыдно сказать, я не знаю. Мы иногда такие умные физиономии делаем, пытаемся все знатоками такими быть, знаете, все умно знаем, умно ответить. Друзья, мы не все знаем, все знает только Бог. И вот если мы к Нему обращаемся, к Его источникам, вот тогда эта стройка будет благословенна. А еще один момент хочу сказать, что когда мы начинаем что-то делать, очень хорошо надо посмотреть, кто рядом с тобой. И выбирать помощников, которые знают толк в этом деле. Иначе, знаете, это будет как с машиной очень часто. Я стараюсь на акшене не покупать машины битые. Здесь есть любители битых машин, я знаю. Я стараюсь не покупать. Почему? Потому что потом тебе все хорошие. А так, тот не так вытянул, тот не так не дотянул, тот покрасил с потеками, и туда-сюда, и пошло уже, братья, враги, уже не разваривай, уже нарушивай. Очень важно смотреть правильных людей, выбирать, даже когда ты что-то делаешь. Специалисту иди за советом, за делом каким-то, за помощью. И вот здесь, когда муж выбирал свою жену, он должен был смотреть в корень. Почему? Потому что мой дедушка всегда говорил, ты не ее берешь, ты берешь кровь. Смотри в корень. Очень важно смотреть было в корень, потому что ты не ее берешь. Она же не за мускулы выходила замуж, и не за фигуру атлетическую. Ей же надо было жить с его характером, с ним, который там, вот там, в этом теле находится. Ну и самое первое, друзья, самое первое и самое главное. То, о чем говорит Писание. Кто из вас, желая построить башню, что не сделает прежде? Сядь, успокойся. Сядь, успокойся, друг. Почему? Потому что надо все взвесить. Надо все посчитать. И этому учит Писание. Мой сын захотел жениться в 19 лет. И я ему не разрешил. Сегодня он сидит и говорит, папа, как я тебе благодарен. Потому что в это время у него не было ничего необходимого для того, чтобы построить эту башню. Чтобы построить этот дом. Чтобы создать семью. Становись духовно на ноги. Становись материально на ноги. Созревай всячески. Бери, неси или начинай понимать, что ты уже готов нести полную, абсолютную ответственность за свою семью. Go ahead. Зеленый свет открывается, шлагбаум пошел. Но когда этого нет, друзья, тогда люди будут смеяться. Почему? Начал и не закончил. Или начал и плохо закончил. Сколько семей сегодня распалось. Сколько семей сегодня разрушилось. Почему? Потому что не сели прежде всего. Не успокоились в Боге. Не вопросили в Бога. Господи. Все то, что я имею. Все то, что я на сегодняшний день, что приобрел. Оно достаточно, чтобы я начал старт делать. Оно достаточно, чтобы его закончить. Чтобы видеть, это завершен. Вот. Ну, мы говорим, что если даже сам не знаешь, спроси. Если не можешь в стройке, то нанимай людей. Если не хочешь, ну, тоже нанимай людей. В конце концов, можно некоторым вещам научиться. Мы говорим сегодня с вами о мудрой жене в доме. Чем устрояется дом? Отвечаем текстом Писания, который записан в 24 главе книги притчи. Сказано так, что мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Что говорит следующий стих? И этот дом наполняется чем, друзья? С умением, всяким драгоценным имуществом. Некоторые сразу думают, это дорогие картины, диваны, мебель, там, крутое, все такое, знаете, пол такой. И все такое. Нет. Может быть, с одной стороны, где-то да. Но я больше другую сторону вижу. Мы посмотрим сегодня на этот текст. Дело в том, что слово утверждается, да, когда вы строите дом, вы используете некоторые вещи. Ну, например, бетон, да, вы используете раствор, если это кладка. Скажем, вы используете болты, вы используете гвозди, вы используете шурупы, вы используете всевозможные крепления. Друзья, это все материалы, которые помогают что? Держать этот дом. Которые соединяют его вместе. Которые не позволяют ему разрушиться, этому дому. Вот точно так и в жизни нашей христианской. Но он не будет строиться сам, этот дом. Почему? Потому что в текст послания евреям мы читаем следующее. «Всякий дом устрояется кем-либо. А устроивший все есть кто? Бог. Всякий дом, то есть Бог работает через посредников. Бог сотрудничает с нами, с людьми. И вот как раз семья – это про образ отношений Христа и церкви. Он не будет строиться сам. Но мы, знаете, мы стараемся из-за всех сил. Мы вот на земле, что мы делаем? Мы строим. Не понравилось? Перестраиваем. Не понравилось? Достраиваем. Не понравилось? Ремаду снова какое-то делаем. Мы ломаем, мы снова строим. Почему мы это делаем? Да потому что мы хотим, вот то, что я сказал в начале, дойти до того момента, который ты себе нарисовал. Все. Вот это то, что я хотел. Знаете, у меня есть друзья одни. Они больше трех лет в новом доме не живут. Что интересно, что вот идейным вдохновителем вот этих передвижений – жена. Жена. Вот ей нравится. Пожили три годика. Все. Продавать, новый строить. Ну, естественно, новый надо круче и все такое. И конца не видно. О чем говорит в этом тексте Соломон, друзья? Конечно, он говорит о семье прежде всего. Соломон здесь говорит о семье прежде всего. Из чего состоит семья? Семья состоит из мужа и из жены. Муж не представляет семью как личность один и жена. Вот в паре – это семья. Да-да, даже без детей – это семья. Лучше еще благословение, когда вот у этой пары появляются дети. Вот тогда муж, семья, дети. Мы говорим, это тоже семья. Вот Божья модель, вы помните, да? Как Бог сотворил первых людей. И он сказано, что по образу своему, по подобию своему. И потом он им сказал. Потом он им сказал. Плититесь, размножайтесь. Но прежде стоя два слова – сотворил и благословил. То есть, так сказал, дал толчок. То есть, поддержал их первые шаги. И сказал, идите с Богом, идите с миром, идите с любовью. Начинайте, делайте. Я буду вам помогать, если будете слушаться меня. Кого первого Бог создал? Адама, да? Адама. Потом Еву. Почему, друзья, Бог создал Еву Адаму? Потому что текст Писания нам отвечает на этот вопрос. Потому что не нашлось помощника ему. Как там слово стоит? Скажите мне. Соответственно. Вот мы сегодня несколько раз будем к этому возвращаться. Когда проходили вот эти звери мимо Адама, не нашлось, друзья. Не нашлось соответственно ему. А ведь должно быть соответствие. Должно быть соответствие. И я когда иногда смотрю на семью, я думаю, мама родная, как он с ней живет? Я бы ни одного дня с ней не прожил. А они живут. И неплохо. Смотришь, я не знаю, абсолютно разные люди. Соответствие. Дополнение. И они как одно целое предстают пред Богом, как семья. И у тебя твое есть соответствие. По-другому, ты нашел то, что ты искал? Или тебе подсунули? Как Лию и Якову. Никто же утром не проснулся с Лией, а хотел с Рахилью. Правильно, не проснулся. Почему? Потому что мы искали то, чего хотели. Поэтому у мужчины всегда есть право предложить. У женщины всегда есть право выбрать. Да, глаз положил, да, понравилось, да, пошли какие-то чувства, притязания. Но если она тебе скажет нет, куда пойдешь со своими глазами, чувствами, притязаниями? Куда? Оттуда, откуда пришел. Понятно? Поэтому мужчина предлагает, а женщина выбирает. Павел пишет, что существует Божья иерархия, о чем говорил сегодня брат. Иерархия Божья следующая, друзья. Сначала был создан Адам, а потом Ева. Поэтому и поставил Господь Еву в подчинение Адаму. Вы думаете, что это случайно? Нет, не случайно. И вот эту не случайность мы сегодня тоже посмотрим, как она озвучена в Писании. Поэтому мудрая жена, сразу скажу, это та жена, которая принимает Божий порядок подчинения. Глупая никогда с этим не согласится. Глупая – это феминистка. Глупая за равноправие. Друзья, в плане спасения мы все равноправны пред Богом. И нет во Христе ни мужского, ни женского пола. Одинаково за душу женскую и мужскую, так сказать. Господь пострадал одинаково. Но в плане земной жизни, в плане семьи, в плане служения, в плане быта и всех остальных вещей, Господь четкую иерархию установил. И вот как раз мудрая та жена, которая принимает Божий порядок подчинения. Поэтому в семье существует у каждого своя, так сказать, роль и задача. Свои функции, свои права и свои обязанности. Что касается мужа? Мужа касается немного, как бы сказано в Писании. Он должен любить свою жену, как самого себя. Это вставка или вот это приписание к этому повелению, оно не случайно. Он должен любить ее, как самого себя. Следующий момент, что должен делать муж по отношению к жене, это оказывать ей честь, как сонаследнице благодатной жизни. Следующее, что муж должен, он должен питать и греть ее, как Христос по отношению к своей церкви относится. Даже больше скажу, Писание говорит о том, что муж, как мужчина, он не должен быть суровым, злым к своей жене. Сверхтребовательным. Ну и последний момент, что если верить этому тексту, что повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, это касается обоюда. Вместе обоих людей. И очень многие мужья теряют там, где они не прислушиваются к мнению или к совету своей жены. Очень многие служители состоялись лишь только потому, что им Бог на их пути послал прекрасного, мудрого человека. И наоборот, и наоборот, друзья, случилось. Что касается жены. Если с мужем так, то у жены похоже что-то есть, но у нее немножко есть свои оттенки ее обязанностей. Она должна любить своего мужа. Это ее выбор был. Друзья, любовь – это выбор. Это выбор. И выбор до смерти. Она должна повиноваться Ему во всем, как Господу. Об этом Писание говорит. Она должна быть Ему помощником, о чем мы читали в самом начале книги «Бытие». Создадим Ему помощника, соответственно Ему. Она должна бояться своего мужа. Не дрожать, а бояться. В смысле глубоко уважать. Мы сегодня коснемся этого тоже. И последнее, о чем мы говорим сегодня. На плечах жены лежит обязанность устроять дом и разделить с мужем управление домом. Скажите, кто с этим не согласен? Жена жену ложится, как и на мужа, в равной степени управление домом. Есть тексты Писания. Если нужно будет кому-то, это будет интересно, я могу вам сказать, прочитать. Итак, мы подходим вплотную к тому, что мы прочитали, что мудрая жена, она устроит свой дом. Друзья, мы должны сначала несколько слов понять, что такое мудрость и о какой мудрости здесь идет речь. Итак, понятие человеческой мудрости, простой земной человеческой мудрости, заключается в следующем. Что такое мудрость земная? Это определенные знания, друзья, о земных предметах, о наличиях каких-то явных видимого мира. Вот этой земной мудрости можно научиться. Этой земной мудрости можно... Ее сравнивают с чем? Ее сравнивают с умом, с интеллектом. Ее сравнивают, возможно, с опытом, с эрудицией и так дальше. Этой мудростью, этой мудростью земной, устрояется все то, что временное, все то, что мы видим. Понятно? Потому что то, что временное, оно шаткое, оно не вечное. И эта мудрость, если не направлена на благо людей, она является безумием перед Богом. Почему? Потому что, когда человек открыл атом, и Бог дал ему способность на это, и использовать это на благо людей, и если человек не пользуется этим, но использует это во зло, это есть безумие перед Богом. Хотя это мудрость человеческая. Почему, друзья? Потому что мудрость земная, эту фразу запомните, она предусматривает абсолютную независимость от Бога. Человек приписывает все себе. Я такой ученый, я такой образованный, я такой доктор, я такой и там еще кто-то, и у меня столько образований. Человек не видит Бога. Бог ему не нужен. И эта полная независимость от Бога и называется мудростью земной душевной бесовства. У других людей, которые верующие, не так. Для мудрости земной, друзья, нет никакой необходимости наличия Божьего страха. Для земной мудрости не является необходимостью наличия Божьего страха. Она пользуется чем? Справочниками, энциклопедиями, великих людей, трудами и так дальше, советами себе подобных. Для нее Бог не нужен. Так живет этот мир. А все, что строится без Бога, оно обречено на крах. Дальше скажем так. Что такое мудрость от Бога? Настоящая мудрость. Где она проявляется и каким образом? Она проявляется действительно не в учености, не в степени образования. И ее суть божественной мудрости свыше которой исходит, суть в ее характере, в ее природе, в ее сущности. И она абсолютно всегда, мудрость от Бога, действует с позиции Божьего страха. Почему? Потому что начало этой мудрости, которая от Бога исходит, является Божий страх. И вот мудрая жена, мудрая жена, это та жена, которая боится Бога своего. И вот тогда Бог на ее стороне. Начало мудрости, Божий страх. Знаете, она не существует отдельно от дел, как и наша вера не может существовать отдельно от дел, как и наша любовь, или заявление о любви, она не может существовать отдельно от дел, поэтому Пиаков говорит, что мудрый ли из вас и разумен? Докажи! Докажи это на самом деле. Чем? А добрым поведением. С мудрой кротостью. Итак, признание, друзья, признание полной и безоговорочной власти Бога, это мудрость от Бога. Это мудрость свыше. Это признание полной и безоговорочной власти Бога. Потому что все от Него ими к Нему. Второй момент, это понимание сущности Бога. Понимание сущности Бога всегда приведет человеку к страху перед этим Богом и благовению перед Ним. И третий момент, послушание или понимание Бога, оно всегда ведет к послушанию Его Слова. Итак, мы вплотную подошли с вами, чтобы посмотреть несколько моментов, кто же такая мудрая жена, которая устроит свой дом. Кто она такая? Ее портрет, ее образ. И каждый имеет возможность сравнить себя. Я подхожу под этот портрет или не дотягиваю, или далеко, или даже еще не начинал над этим работать. Итак, мы сказали, друзья, что книга притчи 31 главе заканчивается следующие слова, десятый текст, что мудрая жена, тридцатый текст, миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Такими не рождаются, такими становятся. Этому нужно учиться. Что я имею в виду? Мы сказали в самом начале, что та жена мудрая, которая принимает Божий порядок устройства семьи. А устройство семьи следующее, что Бог поставил мужа в семье главой. И вот как раз мудрость от Бога, она никогда не будет пытаться нарушить этот порядок. Мудрость от Бога, мудрая жена, она никогда вот этот Божий порядок не будет пытаться нарушить. Не секрет, что желание власти присутствует в каждой женщине без исключения. Желание власти присутствует в каждой женщине без исключения. Но, есть одно но, друзья. Вот это но, оно записано в Бытие 3 главе. Это но записано в Бытие 3 глава. Я хочу прочитать этот текст. Посмотрите, что он говорит. «Жене сказал, «Умножай, я умножу скорбь твою у беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Скажите, друзья, после чего были сказаны эти слова? После грехопадения. Итак, мы читаем Божье наказание. Это выговор или приговор Божьей жене. В оригинале этот текст звучит так, что женщина всегда будет пытаться встать на место мужа. А Бог говорит, «Но он, он будет господствовать над тобою». Это проклятие женщины. Но именно в этом положении, только в этом положении, это самое счастливое место для женщины. И Бог это видел. Бог это знал. Это самое прекрасное, самое благословенное место, это положение женщины находиться там, куда поставил ее Бог. Почему? Мы сейчас на это посмотрим. Знаете, желание власти, это, ну, как сказать, это всегда проявление бунта какого-то. Оно несогласие с Богом. Желание власти, оно и женщины делает такую, знаете, ну, мужичку. Такую. Это когда желание править, это когда желание играть первую скрипку всегда, это господствовать, это главенствовать. Что говорит мудрость свыше? Как должна поступить мудрая жена? Мудрая жена. Она должна понять то, чего хочет Бог, и отойти в сторону, уступить дорогу, занять свое место. Вот это, я говорил, счастье ее, ее осознание, ее положение пред Богом и роли в семье. Сердце наше, оно не помойная яма. Наше сердце, оно не помойная яма. Но от избытка нашего сердца говорит уста, правильно? Если эти уста, из этих уст исходит грубость, сварливость, крик. Друзья, чем наполнено это сердце? Оно этим наполнено. Откуда оно там взялось? Мы этим живем. Мы где-то подкармливаем эту старую природу. А вот нежность, женственность, мягкость уст, кротость, что лучше? Естественно, лучше это. И мудрость знает, что лучше. Почему? Потому что Яков говорит, что там, где зависть и сварливость, вот там как раз не устройство, и все худое. Сварливость – это то, что связано с нашим языком. Зависть – это то, что не принадлежит тебе. Зависть – она никогда радости не знает. Там всегда будет, знаете, посмотрел у соседа, Петя надо, Ваня надо, Ваня не может, но все равно надо. И очень часто на этой почве возникают проблемы, друзья. Мудрая жена, она всегда слезет с верблюда. Помните, когда Ревека ехала слугой Авраама? И вот, когда она вдали увидела Исаака, она спросила, кто этот человек? Он сказал, это господин мой. Что сделала Ревека? Слезло с верблюда. Многие женщины теряют только в своей жизни потому, что не захотели слезть с верблюда. Они продолжают на нем ехать. Они думают, что счастье в их руках, что птица поймана, что все будет нормально. Нет, не все. Это протест, это бунт, это нарушение Божьего порядка. И вот сейчас мы посмотрим, друзья, друзья, мы посмотрим в первом послании Тимофея. Я понимаю, что есть много толкований на этот текст Писания. Как я понимаю то, что написано здесь? Первое послание Тимофея, вторая глава, с девятого текста. Посмотрите, что сказано следующее. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни женщинам, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Замечайте, о чем идет речь? О желании власти, о желании первенствовать, да? «А учить жене не и тогда, ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись в павло преступления, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, в любви и в святости и целомудрием». О чем идет речь? О каком спасении идет речь? Кто-то думает, что читая текст Писания «вникай в себя и в учение, ибо так спасешь себя». И, друзья мои, мы не можем себя спасти, это ересь. Спасает только Бог. А получается, если я буду читать Библию, ты можешь себя спасти? Это неправда. Почему? Потому что Спаситель Христос. Там нужно почитать контекст, «от чего ты себя спасешь, когда будешь вникать в себя и в учение?» Здесь нужно посмотреть контекст, «от чего спасется жена, которая всегда будет хотеть встать на место мужа? От чего она спасется?» Она спасется от желания властвовать. Каким образом? Будь занята, рождай деток, устрояй дом. И таким образом, находясь в этом положении под защитой, находясь в этом положении за своим мужем, это самое прекрасное, самое, друзья, благословенное положение женщины. И вот мудрая та жена, которая на процессе своей жизни семейной наконец-то это поймет и уступит дорогу своему мужу. Я понимаю, вот в этих вопросах там у вас очень много, «А что, если он? Там ни рыба, ни мясо и так дальше». Я вспоминаю, «Ну, ты же этого выбрала, нет?» Я вспоминаю этот случай из нашей церкви. Пять сестер вот так стояло и подошел при святере и спрашивает, «Сестры, что вы думаете о брате Юре?» «Юра, ну, он такой из села, был такой простой, но скромный, стеснительный, ну, так, чтобы к девушке подойти, ну, не совсем так, не все одинаковые люди. Одна говорит, «А, он ни рыба, ни мясо», а вторая говорит, «Он бы мне за принца пошел». Ну, вот так он их спросил всех пятерых, а потом к первой поворачивается и говорит, «Эх ты, с таким мужем у тебя было бы и рыба, и мясо». Друзья, соответствие, то, о чем мы говорили, да, в самом начале. Итак, первое, мы говорим о том, что мудрая жена – это та, которая принимает Божий порядок и желает этому порядку подчиниться. Следующий момент. Мудрая жена – это та жена, которая в своей жизни поставила за цель отображать характер Христа в своей семье. Каков Христос, таковы и Христовы. И вот желание быть похожим на Христа, на моего Господа. Это признак мудрой жены. Знаете, мы говорим, что, я сказал о том, что сердце – непомойная яма. Чем кормимся, тем мы и живем. О чем думаем, о том и говорим. Как живем, такой будет и результат. Вот посмотрите, сестры, братья, ну мы же не тащим все подряд в дом к себе. Вот глаза увидели, ну нет, ну нет, ну не тащим мы все подряд в дом. Правильно? Иначе это будет большая свалка. И мы дом превратим, как у многих, когда гараж открываешь, человеческой ноге, там негде ступить. Все надо. Надо, если не сейчас, через 10 лет. Обязательно надо. И вот говорят, что если вы хотите знать, много или мало у вас есть, начните переезжать. И вот тогда начнутся посылки, тогда начнутся гудвиллы, тогда начнутся мусорки, просто все, да? И начинаешь к Пасхе, как люди готовятся, все начинают перебирать. Мы не нужны, не тащим свои дома. Правильно, друзья? Вот почему Писание говорит, что добрый человек из доброго сокровища, сердца своего, он выносит доброе. Но прежде чем, чтобы оно там оказалось в доме, помните, что мы вспомнили? И этот дом наполняется с умением всяким драгоценным имуществом. Всяким драгоценным имуществом. Для меня это о чем идет речь. Действительно он наполняется со вкусом, действительно он наполняется с умением. А что драгоценно пред Богом? Что для женщины драгоценно пред Богом? Что Бог ценит? Что ему нравится? Какой интерьер сердца, души, внутренности женщины? и какой Богу нравится, все, что попало там, нет. Кроткий, молчаливый дух. Знаете, чем украшает эта женщина? Она никогда не полезет на рожон, она никогда не поставит ноги на рельсы. Поезд все равно переедет. Это мы такие мужья. Жены, сестры дорогие, это мы такие мужья. Тупые, упрямые, близоруки, как угодно нас называйте. Но если он что-то задумал, все равно он это сделает. Не ставь ноги на рельсы. Уступи дорогу. Если он сделает ошибку, если он будет вразумлен Богом, он придет к тебе и попросит прощения. А в это время ты стоишь за него в комнате, просто молись, чтобы Бог вразумил его. Иначе, если ты станешь ему поперек, в доме будет скандал. В доме будет ссора, в доме будут проблемы. В доме хлопнут двери, в доме замолчат и так далее. Все, что угодно станет, но не мир. И не любая мудрая жена, она всегда уступит. Она отойдет в сторону. Она промолчит. Почему? Потому что это ценно. И вот если женщина наполняет свое сердце, свой дом вот этим драгоценным имуществом, что пред Богом ценно. Вот там красиво в душе. Там все, знаете, устроено по-божьему. Там мир, там порядок, там все расставлено с умением, красиво, со вкусом. Там царство Божие. И всякий, кто соприкасается с этим царством, он видит, что он соприкоснулся с Божьей мудростью. Он не с красотой соприкоснулся, не с телом, не с миловидностью. Он с Божьей мудростью, с Божьим характером, с Божьей душой, с Божьей сущностью. В этой женщине он соприкоснулся. Вот эта мудрая жена, которая вот так будет устроять свой дом. Она будет всеми силами стараться ценить то, что ценит Бог. Мудрая жена, она будет наполнять себя Богом, Божьим духом, будет наполнять себя Писанием. Она не будет наполнять себя завистью, сплетнями, там, может быть, мелодрамами и яствами, которые не приносят пользы. Чем кормимся, тем живем. Как живем, так и есть. Таковы результат. Вот поэтому нужно посмотреть в свое сердце, в свою душу прежде всего. Мудрость зарождается от Бога там, при наличии понимания Бога и страха. А вот когда Божий страх присутствует, то тогда и авторитет Бога, и Его Слово присутствует. Почему я об этом говорю? Потому что следующий момент, друзья, у нас, что мудрая жена – это та жена, которая боится своего мужа. Она устрояет свой дом. И если она хочет, чтобы этот дом… Разговор не просто о мебели, которую они двигают один раз в месяц. Красиво, дизайнера вызвали, там, шторки, все туда, все по цвету, все, сидим, блаженствуем. Это вас интересует? Это интересует? Или что-то другое? Друзья, отношения интересуют. Жизнь в этом доме. Потому что, когда все расставлено, но жизни нет, оно не радует. Оно не приносит ничего, никакой радости. Когда жизни нет, когда отношения поломаны, порваны. Куда эта кожаная мебель? Мудрая жена, которая боится своего мужа, она строит свой дом. И вот она хочет успеха и благословения. Она видит. Вот когда вы создавали свою семью, сейчас вот так прикройте глаза где-то в память. Вот туда, сколько лет? 25, 5, 1 год, там, 30, 40 лет. Вот туда, в начало уйдите, когда только начиналось, когда только вы начинали вашу стройку. А теперь откройте глаза и посмотрите, до чего достроились, до чего дожились, до чего дошли, к чему пришли. Это то, о чем ты мечтал всю твою жизнь? Это то, что ты хотел? Это именно таким ты хотел видеть свой дом? Знаете, вот мудрая жена, это та жена, для которой слово мужа, оно веско, оно авторитетно. Я скажу больше, оно приоритетно. Оно что-то значит. Говорят, что есть совет для женщины, чтобы обращаться с мужем, как с начальником. Начальника нужно уважать и немножко побаиваться. Беда в том, что современные жены, даже христианки, друзья, потеряли зачастую в абсолютном своем большинстве страх перед мужем. А ведь это слава Божья, а ведь это представитель Божий, глава, которого поставил Господь. А ведь это священник в доме, а ведь это пресвитер в твоей домашней церкви, а ведь это отец твоих детей. И если ты ни во что ставишь Его, тогда Его Слово для тебя тоже ничего не будет значить. Никогда. Знаете, говорят, что так, что не будь слишком строга к своему мужу. Почему? Одна есть маленькая деталь, сестры, потому что из множества женщин он выбрал именно вас. И хотя бы только эта одна причина уже заслуживает того, чтобы вы с уважением относились к Нему. Что именно вас, из миллионов, миллионов, миллионов женщин, он выбрал именно вас прожить эту краткую земную семейную жизнь. Женщина, скажу, друзья, которая не учится бояться Бога, никогда не будет бояться своего мужа. Что такое уважение? Уважение – это почтительное отношение к кому-нибудь на признании его достоинств. Ну, я скажу так, что уважать – это и вежливое отношение, уважать – это и вежливое обращение. И вот эти отношения, они видят дети, правильно, мамы и папы? Отношения в семье видят дети, и это брошенные семена. Скажите, что вырастет из этой дочери? Когда она смотрит на отношения мамы к отцу, это мудрая жена? Я скажу так, что если муж для тебя принц, то тогда ты принцесса. Если муж для тебя король, тогда ты королева. О чем это говорит? Соответствие. Понятно? Если муж для тебя никто, тогда и ты никто. Соответствие. Если он для тебя ничто, то тогда и слово его для тебя тоже ничто. Если Бог для человека ничто и никто, тогда и слово от Бога тоже ничего. Мудрая жена, она никогда, никогда не унижает своего мужа. Нигде. Ни в присутствии детей, ни в присутствии своих подруг. Она никогда мужу не будет грубить. Она никогда не мужу не будет хамить. Она не будет ему прикословить. она не будет обсуждать его в компании своих подруг, она будет, мудрая жена, признак мудрый, она будет поднимать авторитет своего мужа всегда и везде, в любой компании, в любой ситуации. И это будут видеть дети. И мама всегда будет говорить, а как бы поступил папа? А как бы папа сказал? А как бы папа к этому отнесся? Мудрая женщина, мудрая, которая хочет устроить свой дом и видеть счастливой свою семью. Друзья, когда мы говорим нашим детям о том, что мы их не выгоняем, нет. Но мы говорим, что у тебя зеленый свет, и ты можешь создавать свою семью и так далее, и так далее. Они говорят, что мы вам плохого сделали? Они говорят, нам с вами хорошо. Понимаете, нам как родителям очень приятно это услышать. Что им с нами хорошо. Не они хотят сбежать от нас. В 16-18 снять апартменты, потому что жизни там нет в этой семье. Они верующие, ходят в церковь. Все нормально, внешне все, а жизни нет. Дом, друзья, есть. Видимость дома есть. Но в доме сыро, в доме холодно, в доме грибок, в доме обвалилась штукатурка, в доме отношений нет, жизни нет. Мудрая жена, мы говорили, она знает свое место. И что очень интересно, она этим довольна. Она этим довольна. Она по-настоящему, мы сказали, может себя чувствовать счастливой только под его защитой, только под его заботой, только под его любовью, только под его влиянием. За мужем. Вот это место жены. И мудрая женщина знает это. И мы сказали, если она соприкасается с Богом, если ее сердце наполняется Божьим страхом, Бог начинает учить ее правильно вести себя по Божьему. Почему? Потому что эти коды, стандарты, расчеты, правила техники безопасности, взаимоотношений, Бог заложил в Слове Своем, Бог заложил в Писании. И если будешь нарушать это, если на красный будешь ехать, если на стоп не остановишься, будет беда. Будет беда. Два момента еще хочу сказать. Времени уже у нас нет. Мудрая жена – это добродетельная жена. Почему? Потому что она понимает свое предназначение в Боге как христианка. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Заметьте, Павел говорит об одной женщине, да, она была известная по какой причине? По добрым делам. Не по языку своему, не по виду своему, не по поведению своему. Она была известная, эта женщина, по добрым делам. А Руфи что сказано? Помните, как написано? Что Ваос сказал? Он сказал, что у всех ворот народа моего знают, что ты женщина какая добродетельная. Ну, такая жена, она действительно венец для мужа своего. Такой женщины нет цены. Посмотрите потом на 31 главу книги «Притч». Вот такая женщина добродетельная – это не сонная муха. Это женщина движения. Это женщина жизни. Это, так сказать, бизнесвумен. Ее не надо толкать. Она сама. Мужа зажигает мужик. Надо пойти посетить, надо пойти проведать, надо пойти помочь, надо съездить, надо. Вот она будет двигать это. Он какой-то такой, ну, не совсем чуть-чуть инертный. Она будет это двигать. И хорошо. И очень хорошо, что она будет это делать. Иначе они бы никого не посетили, никому бы не помогли и ничего бы не было. Вот так бы сидели. Мудрая жена, друзья, это женщина, которая посвятила себя благочестию. И последний момент я хочу сказать, что мудрая жена, она гостеприимная жена. Почему? Потому что сердце и дом, ее всегда радушно открыты для странников. Это учение Писания. И вот такая женщина, которая живет не мечтами, а реальностью, которая довольна тем, что у нее есть. И готова этим поделиться с другими. Я помню, в одной церкви мы вот так стояли с братьями около помоста. И собралось очень много братьев. Ну, что делать? Всем надо давать проповедовать. И пресвитеру трудно, собрание два часа. И он сказал такую фразу. Братья, если в сердце тесно, на этом помосте мы не поместимся. Понимаете, друзья, если в сердце женщины тесно, и она скупердяга, она жадная. Она, знаете, она говорит, но, 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 я не жадная, я экономная. Она оправдывает свою жадность в добродетели рассудительности всегда на тормозах. Такая женщина никогда ничего доброго не сделает, никому не поможет. Женщина, посвятившая себя благочестию, она богатеет добрыми делами. И вот одно из добрых дел, которые она может делать, это иметь широкое открытое сердце. Мудрая жена – это женщина, скажу так, открытого сердца. Это женщина стыдливого взгляда. Это женщина скромных запросов. И это женщина, создающая уют, чистоту и запах, и температуру в доме. А гостеприимство всегда связано с жертвой. Гостеприимство – это всегда желание послужить. Один из случаев наши, дети мои знают об этом. Мы приехали в один штат, очень большую церковь. Очень большую церковь. Я сказал им, знаете, что будет сейчас после собрания? Они сказали, что? Я скажу, сейчас все будут подходить и говорить, как хорошо, что вы приехали, спасибо за участие, благослови вас Господь. Приезжайте еще, как все было классно, как все было хорошо, как все было все, все хорошо. Я говорю, на парковке мы останемся одни. А не, пап, шутишь. Я говорю, видите, опыт, дети. Друзья, закончилось собрание. Закончилось собрание. Слава Господу! Они такие сильные. Просто на нас, вовора всех. Хорошо, все нормально. На парковке мы остались одни. Знаете, еще что было самое интересное? Подходит один браток, я его знаю. Говорит, здесь у меня есть купончики, доллар офф в китайский. Знаете, мудрость промолчит в этой ситуации и скажет спасибо. Вот то, что мы и сделали. Нам надо было выезжать на север с этого города домой, 26 часов ехать впереди. Смотрим на навигейшн, этот китайский по дороге. Ну, давай заедем, давай заедем. Заехали, только заходим, сидит этот брат с этой своей семьей. Друзья, мудрая жена, знаете, она всегда будет гостеприимной. Почему? Потому что это не абуза, это не ножа, это не напряг, это служение святым. Я очень часто, когда люди приезжают к нам, я говорю, ты можешь пойти в гостиницу, но ты лишаешь меня возможности тебе послужить. Ты можешь в самую крутую гостиницу пойти, но ты лишаешь меня награды на небесах. Ты лишаешь меня возможности сделать тебе добро. Если у женщины широкое сердце, она будет работать над мужем, потому что и муж может попасть в этой ситуации. Иногда могут кровати, друзья, стоять, на которых никогда никто не спал. Есть семьи, где не ступало никогда на гастраника. А мы, мы говорим, нежадные, мы рассудительные, мы нежадные, мы экономные. Последний момент хочу сказать, друзья, что открывая свой дом на земле, мы собираем себе драгоценное имущество на небесах. Мы сейчас будем молиться. Что бы я хотел сказать в самом конце? Друзья, наверное, не то, что оно самое важное, но оно желанное для каждой женщины должно быть, равно как и для мужчины. Но мы сегодня говорим, что мудрая жена, она устроит свой дом. Признаки некоторые только из Писания мы взяли сегодня. Я так скажу, что мудрая жена, друзья, это та жена, которая имеет свидетельство в себе, что с ней Бог. А если с тобою Бог, то тогда благословенна ты между женами. Если с тобой Бог, то тогда благословенна ты между женами. А если Господь с тобой, то это будет и видно, и слышно. Если Господь с тобой, это будет и видно, и слышно. Сказано, что Бог был с ним, и это было видно. А Бог с нами когда, друзья? Писание говорит о том, когда мы с ним. Это факт. Этого нужно хотеть. И вот присутствие Бога в нашей жизни, это присутствие Его мудрости, выраженной в реальной, каждодневной христианской жизни. А познание Бога, оно делает нас подобными Ему. Мы сейчас идем к молитве. Что я могу сказать сегодня о себе? О себе я могу сказать и правду, и нет. Правильно? Если я хочу приукрасить себя перед вами, я должен себя как-то выставить перед вами. Как-то надеть то, что не является моим. Что могут люди обо мне сказать? Люди могут сказать и правду, и нет. Люди могут льстить в глаза. Люди могут заискивать в глаза. Люди могут лицепрятать. Люди все, что могут делать, в лицемерии. Но вот единственный, кто скажет правду о нас, это Господь. Он никогда не скажет неправды о нас. И поэтому, когда мы сегодня говорим об этом, как выглядит наш дом, друзья, братья мои, сестры, жены, мужья. Вот скажите, вам в этот дом хочется сейчас вернуться? Вы знаете, почему многие мужья где-то им не хочется возвращаться домой? Потому что оно часто похоже, но так оно с иронией немножко, когда тесть возвращался домой, а зять стоял на балконе, и тесть спрашивает, «Моя дома?» А зять показывает обе. Очень часто детям не хочется возвращаться домой. Вы знакомы с этим? Вы понимаете, о чем идет речь? Потому что видимость дома есть. Вы официально в браке. И много лет. Но вот жизни Божьей нет. Почему? Кто-то не подчинился Божьим законам, и стройка не идет. Все так в напрягах, все так тяжело дается, все с такими скандалами какими-то, с какими-то натяжками, все с каким-то трудом. Нету легкости в жизни. В отношениях нет. Я не знаю, как вы. Я не знаю, как вы. Никогда не стесняюсь целовать мою жену в присутствии детей. Никогда. Никогда не стесняюсь обнимать ее. Так сильно, как могу. Для того, чтобы они это видели. Как их папа любит их маму. Чтобы они это практиковали в своей жизни. Вот эти теплые, милые, добрые отношения. С женщиной можно договориться. И с мужчиной тоже. Беда в том, что мы не хотим часто. Мы не хотим уступить дорогу. Мудрая жена уступит дорогу. Мудрая жена знает свое место. Мудрая жена, она обязательно устроит свой дом. Почему она мудрая? Потому что у нее контакт с Богом. С ней Бог. Не потому, что она образованная. А потому, что с ней Бог. И если с ней Бог, то она благословенна и блаженна между женами. Я в самом начале сказал, что эта тема, она как нырнешь туда, так и останешься там. Поэтому маленькие, вот такие маленькие штрихи я хотел сегодня просто освежить. Просто озвучить. И может кому-то это поможет сегодня. И может кто-то попросит прощения друг у друга. Может кто-то наконец-то поймет свое положение и место перед Богом. И вот тогда заживем. Не когда денег будет много, а когда Божий порядок установится в семье, вот тогда заживем. И вот когда Божья жизнь придет. Вы хотите такой жизни? Я да. Я знаю, что хотите. Начинайте. Начинайте. Вперед. Бог с вами. Бог вам в помощь. Бог вам в благословение. Начинайте. Обнимайте, целуйте, дарите, везите. Несите. Все, что угодно делайте. Но жизнь очень короткая семейная, друзья. Очень короткая. Очень короткая. Говорят, что мужикам в два раза в жизни везет. Они позже женятся и раньше умирают. Поэтому очень короткая семейная жизнь. Ну цените. Ну любите. Ну не стоит ничего. И потом, когда мы смотрим уже на то, что произошло, мы понимаем, а с чего все началось? Началось с ерунды, правда? И когда мы смотрим на проблему, это не уже не проблема. Оно обчинка, как говорят там, не стоит какого-то там выеденного яйца и даже до конца не понимаешь, что-то такое. Но оно так. Не зацикливайтесь на мелочах. Решайте до вечера. Мужчины, праздник, когда начинается, помните, да? С утра. Как жаль. Моей жены сегодня нет. И завтра не будет. А у нее завтра день рождения. Цветы я заказал, понятно, все сделал, да. Но ее не будет. Зачем цветы? Вот это, понимаете, да, когда частичка твоя где-то. И когда вот эти минуты ты хотел бы провести где-то, мы в это время служим вам здесь. Это маленькая жертва наша. Поэтому пусть Бог вас благословит. Я желаю всем счастья вам, добра, благословения в ваших семьях, воспитания ваших деток. И чтобы тот дом, который вы нарисовали в своих мечтах, с Божьей помощью вы могли построить. Это реально. Это не сказки. Я вам желаю всем в таком доме жить. Мудрая жена, она знает, как это сделать. Аминь. Аминь. Здравствуйте, брат Мениамин. Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию, чтобы пообщаться на тему «Мудрая жена устроит дом свой». Тема очень, довольно-таки, контрастная, очень щепетильная, и очень много споров возникает вокруг этой темы. Поэтому мы с большим удовольствием послушаем ваше мнение по этому поводу, зададим некоторые вопросы. Но для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе, и тогда слушателям будет понятнее, откуда у вас эти мысли. Мир вам, друзья, все, кто соприкасается сейчас в эти минуты с нами. Я человек очень маленький, простой, можно сказать, без какого-то особого высшего образования, но который получил определенный стержень для духовной жизни, воспитываясь в семье. Папа у меня был пастырь церкви. У нас в этой семье воспитывалось 12 детей, 11 мальчиков и одна девочка. И поэтому на плечи отца, как единственного кормильца в семье, и плюс духовного наставника, не только за свою семью, но и за церковь, легла огромная ответственность. И вот то, что мы увидели в жизни наших родителей, оно не прошло мимо нас. Оно дало очень серьезный, глубокий отпечаток, как резцом в нашем сердце. Мы увидели, как эти люди любили Бога и любили честно, любили искренне, любили от всего сердца. Я всегда удивлялся терпению моей мамы. Отец мой был очень, можно сказать, строгим человеком, но одновременно человеком очень доброго сердца. К сожалению, возможно, многие люди при жизни так и не сумели это разглядеть, но нам, как детям, которые воспитывались внутри семьи, возможно, это часто было скрыто от глаз людей, нам было видно это сердце, возможно, которое не было видно другим. Особенно это проявилось тогда, когда в последние уже годы совместной жизни заболела моя мама, и папа ухаживал за ней последние дни или последние месяцы, или даже годы. Мама болела 6 лет. За все это время мы увидели абсолютно другой образ отца. Отца вот такого нежнолюбящего, отца заботящегося, отца, который, казалось бы, как бы, может быть, запоздала и что-то пытался отдать, или вернуть, или восполнить. И как он нежно это все делал, с какой любовью он кормил ее с ложечки. Это были какие-то такие трепетные отношения, которые не прошли мимо нас, мимо детей, хотя уже взрослых, и имеющих свои семьи. Поэтому воспитываясь вот в такой семье, где нужно было проходить тяжелые годы, времена страданий, гонений, времена, когда верующим в бывшем Советском Союзе было довольно-таки сложно. Нас не принимали в музыкальную школу, никого. Нам не давали возможности учиться в никаких высших учебных заведениях. Естественно, от этого мы не выросли тупее, глупее, я бы так сказал, необразованнее, возможно, других. Почему? Потому что надеждой нашей был Господь. Да, при определенных обстоятельствах обратно-таки Господь разрешил эти узлы. Мы смогли и учиться и в музыкальной школе, и некоторые могли учиться, может быть, немножко и дальше. Но вот сама вот эта жизнь внутри семьи, и как отца, и как служителя, она поражала нас. Она поражала своей жертвенностью, своей любовью искренней от сердца к Богу. Она поражала нас своей бескорыстностью. И нам всегда как-то хотелось быть немножко похожими на нашего папу. Но, как очень часто бывает, за очень сильным мужем стоит, возможно, еще более сильная жена, женщина. Мама была довольно-таки хрупкой, довольно-таки, ну, я не скажу болезненной, но как и обыкновенная женщина, которая переносит трудности, может быть, болезни, все-таки родив 12 детей. Это не так просто. Но вот как раз вот эта неподкупная жизнь, их отношения друг с другом, она стала для нас вот этим вдохновителем, или, я бы так сказал, толчком к тому, чтобы мы захотели, когда уже их не стало, сегодня ни папа, ни мама, нет, когда их не стало, чтобы нам научиться подражать им. Как написано в Писании, что поминайте наставника ваших, которые вам проповедовали Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вот эта вера, она была видна каждый день. И очень часто в нашей семье происходили вещи, которые, ну, даже папа не знал, а папа зарабатывал, приносил, как бы, деньги домой, был кормильцем семьи, но мама очень часто, будучи человеком сверхдобродетельным, искренним, отзывчивым, гостеприимным, она очень многое пускала этот хлеб, как бы, по водам, потому что по прошествии многих дней оно возвращалось с прибылью опять. И вот такая жизнь богобоязненная, богоугодная, привела нас, детей, к пониманию, что мы тоже хотим так жить. То есть у нас нет другого пути, у нас нет другого выбора. Мама моя воспиталась практически без папы, потому что во время войны отца забрали, посадили на 10 лет, и дети больше никогда не видели. Воспитывалась в большой семье, и одна мать поднимала всех на ноги. И поэтому, по всему видимо, вот этот, может быть, недостаток где-то восполнял уже мой отец, когда они соприкоснулись вместе по жизни, как семья. Бог подарил, я сказал, им детей, и их пример поразил нас. И мы сегодня, уже имея свои детей, мы хотим быть похожими на них. Почему? Потому что это первые люди, которые показали нам Христа, которые рассказали нам о Христе, которые нас привели ко Христу. Естественно, Божья милость в том, что все дети их сегодня с Господом, Божья милость в том, что все дети их верующие. И это благодаря, благодаря мудрости моей мамы, она имела близкое отношение с Господом. И очень часто, возвращаясь глубокой ночью, возможно, домой, мы видели то, что мама уже заснула над открытой Библией, настольная лампа была включена. Она при всей занятости, при всем труде, при всем она находила вот эти тихие минуты для того, чтобы после этих трудностей жизни семейных восполнять вот этот недостаток, возможно, духовной близости с Богом на протяжении дня вот глубокой ночью. И это поражало, это сражало нас просто. И, естественно, вот мудрые ее поступки, когда очень часто отец наказывал нас, да, папа нас наказывал, потому что мы зарабатывали. Мама очень много не говорила отцу, и, возможно, правильно делала, иногда нет. Ну, иногда она старалась и пожалеть нас, и вступиться, когда папа наказывал. В таком случае мама просто уходила в сторону. Вот эта мудрость матери, она уже потом передалась, так сказать, когда мы начали искать, наверное, наших жен. Ну, что мы тогда знали? Практически ничего. Были молодые, неопытные, может быть, мы и сейчас такие, но с Божьей помощью мы стараемся идти. И уже имея свои семьи, мы создаем этот семейный очаг, вот этот семейный алтарь, и благодаря уже нашим женам мы тоже растем. Растем вместе с нашими детьми, и они растут, и мы растем. Они воспитывают нас, мы воспитываем их, и вот так продолжается наша христианская жизнь. Спасибо. Слушая вас, я понимаю, сделала для себя такой вывод, что вы где-то очень скромный человек. Почему? Потому что я, когда задала вам вопрос, расскажите нам немножко о себе, вы рассказали очень много о своем отце. Я могу еще сказать, что вы очень его любили и любите. И воспоминания об отце греют вам душу. Может быть, я ошибаюсь. Но все-таки на сегодняшний день ваше имя Вениамин Назарук, потому что мы вас не представили, вы являетесь членом какой церкви? Вот где вы сейчас находитесь, и какое служение вы там несете? Да, я действительно Вениамин так назвал меня мой отец, моей мамой. Я себе имя не выбирал, так как я и не выбирал родителей себе, как я не выбирал себе фамилию, и как я не выбирал себе родственников. То есть я это все получил, когда я пришел в этот мир. И, как правило, очень часто тогда, как мне рассказывали родители, они называли нас, детей, в честь каких-то своих друзей. Там моего брата Геннадия, они там назвали в честь одного какого-то известного там брата. А моего брата Георгия, скажем, Жора, как мы по-простому говорили, они назвали в честь какого-то другого брата. Мою сестру единственную, Наташу, они там назвали в честь дочери какого-то там тоже известного брата и так далее. То есть вот это имя, почему они мне его дали, не знаю. Библейское имя, хорошее имя, скажем. Я с этим именем живу. Но вопрос в том, не какое красивое у тебя имя, а вопрос в том, что стоит за этим именем. Да, моя фамилия Назарук, как одна из многих украинских фамилий, которая заканчивается на УК-ЮК, или ОК, или КО. Это ни о чем не говорит. Обратно-таки вопрос стоит, что не, как говорят в народе, не имя красит человека, а человек красит имя. Вот поэтому для меня намного важнее не какое имя мое, а что стоит за этим именем. Что кроется, какой человек, какая личность, какая сущность. И, может быть, даже человек мог бы иметь имя Иуда, но за этим прекрасным именем, показать не совсем прекрасным именем, а стоял бы прекрасный человек. Или это был бы, может быть, там, Понтий Пилат какой-то, или еще что-нибудь. Наверное, разницы нет. Важно все-таки, что представляет из себя этот человек, который носит любое имя. Ну и что же представляет собой Вениамин Назарук? Я представляю собой обыкновенного земного человека, я сказал, который родился в христианской семье, получил, так сказать, вот эту первую весть об Иисусе Христе от своих родителей, который женился в 26 лет на прекрасной девушке из центральной части Украины. Ее зовут Оксана. Бог подарил нам пятерых замечательных, просто изумительных деток, которых мы очень любим. И стараемся, чтобы они в своей жизни тоже смогли познакомиться с Господом настолько близко, насколько знали этого Господа их дедушки, их бабушки, их родители, отцы. Матери, и в данном случае идет речь о нашей семье. Мы хотим показать им нашей семье, что есть единственный верный путь, есть единственное верное решение, это связать свою жизнь с Господом. Мы делаем со своей стороны, вот с Оксаной, все возможное для того, чтобы это произошло. Остальное за Господом. Мы хотим показать Христа в нашем доме. Да, они не принимали нас, я сказал, что нас не принимали в музыкальной школе, но была такая возможность, когда однажды троих из нашей семьи приняли, одним из этих троих был я. Я отучился 8 лет в музыкальной школе. Хотел, не хотел, у меня уже выбора не было, потому что нужно было. И закончил я музыкальную школу по классу скрипки. На скрипке, наверное, больше после этого не играл. И не играть. Зато, по стечению обстоятельств и, наверное, по роду сложения остальных, я освоил немножко других, несколько музыкальных инструментов. И с 12 лет я играл в духовом оркестре и занимался духовым оркестром. До уезда в Америку я 8 лет был регентом церкви, единственным после смерти трагической моего брата, которое случилось ровно через день после нашей с Оксаной свадьбы. И, так сказать, сегодня я живу в Ванкувере в штате Вашингтон. Членом церкви я нахожусь в Грейславе в Баптисчерч, это по-простому, если говоря, церковь благодать. С тех пор, как мы приехали в Америку в 2001 году, после нескольких, так сказать, переездов туда-обратно, мы ни в какую другую церковь не переходили. Мы так и есть, на сегодняшний день там. Мы не говорим, что если Господь куда-то нас позовет, и будет нужда, и мы будем нужны Господу, что это самая последняя точка и самое последнее место, где мы на этой земле остановились. Но на сегодняшний день мы там. В церкви я делаю то, что я могу. В определенный момент Господь не только к музыкальному служению меня направил или приобщил, я бы так сказал, ввиду необходимости сначала, а потом уже и призвание, и уже золо сердца. На каком-то определенном этапе Господь побудил меня, читая Писание, начать проповедовать. И с Божьей помощью я начинал, я понимаю, помню, как это было, это было очень робко, очень так скромно, наверное, очень так стеснительно, возможно, в страхе огромном. Это не говорит о том, что сегодня, скажем, я проповедую, я понимаю, что я делаю. И я понимаю, что за каждое слово, которое я говорю перед обществом, людей, я несу ответственность перед Богом. Поэтому вот то, что я делаю, естественно, занимаемся с нашими детьми прежде всего, нашей семье. И мы стараемся, чтобы наши дети получали определенное даже образование, хотя бы музыкальное, которое мы в свое время не могли получить. И это одна из возможностей, которые сегодня есть в этой стране, и мы должны это использовать. Мы не жалеем, не тратим ни сил, ни денег, ни времени, ничего. Мы не считаемся ничем, мы думаем о будущем, мы думаем о наших детях, о этой инвестиции, которая самая ожидаемо прибыльная, я бы так сказал. Потому что вкладывание в детей, оно всегда вернется благословением и радостью. Вот этого мы хотим, не жалеем ни себя, ни сил, ни средств. во всех остальных мероприятиях по силе возможностей мы трудимся. Но приоритет сегодня, скажем, для меня, это служение слова и музыкальная часть, которая больше фокусируется, скажем, на моей семье. И за многие годы нашего христианского пути по Божьей милости мы старались петь. Насколько я себе помню. К этому приобщила нас мама и папа. Эти обоих людей, они пели в хоре, и они старались, чтобы и их дети. Поэтому в семье практически все, практически все связаны с музыкой. Мало или в большей степени, но связаны с музыкой. И регента, и дирижеры, и так дальше. И музыканты, и оркестранты. Вот. И то, что мы сейчас, скажем, делаем с нашей детворой. Поэтому за это время, за эти годы, наверное, с конца 90-х годов, Бог подарил возможности писать многие христианские песни. Некоторые из них и в сборниках, некоторые поют. Они, в принципе, для того пишутся. Для того, чтобы люди их знали, пели, благодарили Господа, они кому-то служили назиданием. То есть я правильно поняла, вы музыку пишете? Или вы слова пишете тоже? Иногда мы пишем и слова, иногда музыку, иногда и слова, и музыку. Мы это кто? Мы это кто? Несколько песен принадлежит моему меньшему брату. Да, в основном, обратно такие. В основном, это моё. И я нигде не афишировал, ни один раз, никогда не писал, нигде, что вот это такая-такая песня, она принадлежит вам. Авторские права. Вот, например, как вот сегодня мы сказали, что как раз несколько дней назад буквально мы новую песню написали, и она сегодня впервые прозвучала здесь. Ну, пусть вся слава будет Господу. Конечно. Слава Богу. Конечно. Да, это очень интересная какая-то деталь о вас. Вот, может, мало кто знал. Поэтому спасибо, что вы поделились. Больше, да, больше нас знают, наверное, по интернету или по... как трио на зерук или просто как на зеруки или семья на зерук. И люди очень часто звонят с разных уголков земного шара. И мы даже это не знаем, и слава Богу, что мы это не знаем. Мы где-то узнаем это только в вечности. Они благодарят Господа за то, что какими-то песнями... Ну, например, один из моментов одна женщина молодая как-то подошла ко мне в одной церкви, она сказала, что когда она носила ребенка, и была девять месяцев беременна, она все девять месяцев жила песней на ладонях «Его, твое имя начертано было». И так, знаете, как-то до слез приятно. Не то, что тебе приятно, а что кто-то смог получить что-то, какую-то поддержку, какое-то ободрение, какое-то утешение в этом. И за это уже слава Господу. Да, и что ты сделал то, что должен был сделать. И это кому-то послужило назиданием. То есть мы не хотели оказаться как людьми, которые получили что-то от Господа, а в итоге закопали это все. Да. Сейчас мы много узнали нового. Спасибо большое, что поделились. И потихонечку перейдем к теме, которую мы уже озвучили в начале. «Мудрая жена устроит дом с твой» или «устрояет». «Устроит». Устроит. Как-то в будущем оно звучит. И когда читаешь эти слова, мне как женщине, я со своей позиции скажу, как бы, и потом вы уже со своей стороны, пожалуйста, вбейте такой гвоздик в это все. Потому что я слышу в этом очень серьезное предостережение. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая своими же руками разрушит. Я помню, что лично для меня самой эти слова послужили очень серьезным таким девизом в жизни. И мне вот как бы вопрос даже родился, сегодня озвучивали его, чтобы, не дай бог, не оказаться в стане глупых, делаешь все возможное, чтобы все-таки нести это звание. Хотя по своей, может быть, сути, человек, он может быть более, кто есть, поскромнее, поспокойнее, кто есть более живой, более активный, и все время ищешь этот критерий. А где он? А что он? И ты все время в каком-то напряжении находишься. И не дает ли это место из Писания все-таки повод многим братьям, многим мужьям где-то слабинку себе находить? Тут о женах написано, и вообще мужьям ничего не написано о мудрости. Вы устрояйте дом и устрояйте, и все на вас. Вот такой вопрос как бы он все время двоякий, и дело в том, чтобы не было того, что женщины, не понимая до конца Писания, чтобы они не несли ношу, которую они не должны нести. Что именно вот как по вашему мнению подразумевается в этом отрывке? И если можно так вот коротко сказать эту тему сейчас для всех нас, кто слушает. ну действительно тема очень важная, тема очень актуальная, тема с последствиями. Почему? Потому что от сути зависит результат. И когда мы читаем этот текст Писания, который озвучил скажем в притчах, что как раз мудрая жена она действительно не будет пытаться, не может быть. Вопрос идет о завершенном деле. Если мы говорим о том же кто такая мудрая жена, мы говорим о том, что прежде всего это та женщина, которая понимает Бога или старается понимать Бога. Она пытается познавать Бога. Чем больше она познает соприкасается с этим Богом, от которого источник мудрости. Она понимает с кем она не имеет дело. И вот это состояние приводит ее к естественному трепету перед этим Богом. По идее это то, что должно происходить с каждым человеком. Потому что в Писании когда мы читаем многие люди которые только со славой даже Божьей где-то как-то соприкасались они падали перед этой славой низ как мертвы. И вот чем ближе мы к Богу, чем мы понимаем ближе Господа, Его суть, Его сущность, Его сердце, Его характер, Его природу, тем больше восхищения Он у нас вызывает, тем больше уважения, тем больше Он авторитетней встает для нас. И вот это слово Его теперь для нас что-то значит. И вот жена, которая мудрая жена, а мудрость это наличие присутствия Божьего страха в каждом конкретном действии нашей жизни. она приходит как раз от этого единого источника, от Божьего сверху. Потому она называется мудрость свыше. Свыше от Бога. И вот женщина, которая положила для себя посвятить себя благочестию, женщина, которая положила для себя бояться Бога, она всегда будет по Писанию названа мудрой женщиной. от нее будет зависеть вот этот конечный результат. В семье естественно, потому что семья это союз, добровольный союз. Вот одиноких, разных, разнополых, вот таких людей соскучившихся возможно по общению, по жизни, которые им плохо было одному, вот соединившись вместе, они представляют как мужчина и женя, они представляют перед Богом семью. И вот Бог, когда в своем задуме, когда он творил семью, он возложил определенные обязанности. То есть мы получаем какие-то права, но вместе с тем мы берем какие-то обязательства на себя. И они четко озвучены в Писании обязательства мужа. Он является священником, но прежде всего. Он предстоит пред Богом, он духовный лидер. Он является вот этим пресвитером церкви домашней, который заботится об устроении вот этого семейного алтаря. Он заботится о том, чтобы на жертвеннике горел огонь. Он заботится о духовном воспитании своих детей. И не только детей, но и возрастании своей жены. Он как тот главный, который является тягачом, он берет от Бога на себя эту ответственность, которую на него возлагает Писание. Если он пытается увильнуть от этого, вопрос не стоит о том, кому мыть посуду. Вопрос не стоит о том, кому вынести мусор. Вопрос не стоит о том, кому выписать белый человеке. Здесь абсолютно не об этом вопрос идет. Вопрос идет о том, как устроить внутреннюю жизнь своего дома, своей семьи так, чтобы этот дом не развалился. Чтобы этот дом стоял, чтобы этот дом утверждался, чтобы этот дом созидался и в конечном итоге, чтобы он устоял, когда придут испытания. И вот как раз отличие мудрости жены в том, что когда всякие вещи в жизни происходят, моменты происходят, вот она получая мудрость от Бога, она знает, как сориентироваться. Мы очень часто называем, чисто по жизни, говорим, это какая-то женская интуиция, или какое-то пятое женское чувство. Далеко нет. Если женщина-христианка имеет контакт с Господом, вот есть у них это, вот вразумление от Бога происходит, это реально, это действительно факт. И муж, он не имеет никакого права, ни морального, ни перед Богом, ни перед людьми уходить от прямых, возложенных Богом на него ответственностей, более того, он является главным добытчиком, так сказать, пищи, или кормильцем семьи. Она помощница, она может ему в этом где-то как-то помогать, но она не является главным в этом и никогда не станет главным в этом. Почему? Потому что это обязанность Бог возложил на мужа. Но она, как мудрая жена, знает, как мужу помочь. Может быть, как его где-то разгрузить, как его где-то нагрузить. Она знает, как разрулить определенную ситуацию какой-то трудную сложившуюся. И вот очень часто мужья проигрывают, когда они не прислушиваются к тому, что говорит жена, а очень часто через жену говорит Господь. И мы проигрываем очень часто как мужья, если мы все-таки делаем по-своему. Поэтому мудрая жена все-таки будет выносить от Божьего присутствие Божье. И это будет видно и слышно. Это сразу будешь чувствовать, когда ты с ней соприкоснешься. Даже по речи, даже по разговору, почему говорят народе так, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. То есть от избытка сердца говорят уста. Поговорите с человеком 20 минут полчаса и вы поймете чем наполнено его сердце. поймете чем он живет. Или там одна сплошная пустота, или там все-таки есть что-то вот это возвышенное Божье, что-то небесное. И ты соприкасаешься с этим человеком, понимаешь, соленый, он божий, он святой. Мы сегодня привыкли к такому более поверхностному христианству, легкому, облегченному христианству. Мы привыкли решать быстро, привыкли решать без Бога, привыкли решать по-своему, без молитвы, не вопросив у Господа и проигрывая. Потом думаем почему не клеится, потом думаем почему валится, потом думаем почему отношений нет, потому что вот этой зажженной настольной лампы по ночам я практически наверное не замечаю уже во многих христианских семьях, что когда все стихает, вот тогда в принципе я бы так сказал самое лучшее время для подготовки к проповеди у меня ночью, когда абсолютно все тихо, миксеры, дешвашеры, стиралки, когда дети, жена, когда все стихает в доме, когда ты можешь настроиться на вот эту Божью волну и принять вот этот почему Христос уходил после вот этих дневных так сказать тяжелых изнурительных будней своего служения почему он уходил на гору ему не то что мы назовем таким словом ему нужна была подзарядка или перезарядка но ему нужно было поговорить с отцом ему нужно было получить необходимые силы для того чтобы он завтра смог идти снова в бой вот так в принципе и наша жизнь должна быть сосредоточена поэтому мудрая жена она знает как правильно все-таки сориентировать и даже своего мужа когда когда он может быть пытается увиливать или как-то уйти от самых прямых своих обязанностей и разумный мудрый муж если дело говорит жена он обязательно прислушивается обязательно прислушивается если она говорит что мы недавно уже не читали с детками библию если она говорит что мы давно не пели уже в доме если она говорит, что мы так сыровато, уже так холодновато, что вот так живем, просто ничья жизнь не отличается, как от соседей. Просто мы верующие, они не верующие, мы в церковь ходим, они нет. Они там ругаются, но мы так открыто нет. И тогда, но жизнь такая серая, неинтересная, будничная, вот такая полухристианская, полуживая. Почему? А ведь за это ответственность не может. И вот если жена чувствует вот эти тревожные звонки, что уже похолодало в доме, что уже дети неуправляемые, что уже все как-то валится, ну, есть причина. И мудрая жена знает, где причина. Потерян семейный алтарь, потерян огонь на жертвеннике. То, за что должен был отвечать муж. Колбаса – хорошо, мясо – еще лучшее, но когда этого нет в доме, когда вот этого огня на жертвеннике нет, за что несет прямую ответственность свой муж в семье, вот как раз это плохо. Поэтому мудрая жена, она постарается все-таки. Если муж ничего не предпринимает со своей стороны, да, не секрет, что очень часто это берет в свои руки женщина. И правильно делает. Почему? Она спасает свой дом. Она спасает свое счастье, и не только свое, но и своих детей. Чтобы хоть как-то восстановить, чтобы как-то разрулить, чтобы как-то поправить, чтобы как-то спасти. Она будет делать все со своей стороны возможное. А там смотри, может и муж проснется. Дай Господь, чтобы так было. Спасибо. Тема, да, действительно очень как бы щепетильная. В плане того, что она двоякая. Все равно всегда, а каждый останется при своем мнении. Где-то жены где-то останутся при своем мнении, где-то мужья останутся при своем мнении. Но слово Божье говорит четко, да, то есть там не нужно и догадываться. Написано «устроит». Значит, больше, насколько я поняла, здесь идет внутреннее устройство семьи, не духовное даже, а душа дома, да, как бы на жене, на ее плечах. Если возможно, как бы сейчас чуть-чуть практической стороны коснуться, я зачитаю несколько таких вопросов или примеров, и вы как бы прокомментируете их со своей стороны в плане того, что как вы думаете, что бы мудрая жена правильно бы сделала. Потому что примеры довольно-таки интересные, как бы из жизни взяты, и глядишь, и мы получим какое-то назидание. Молодая пара поженилась, и у них началась совместная жизнь. Много чего они начали открывать друг для друга, много у них молитв, много нового начали видеть, но не тут-то было. У обоих-то сторон есть близкие и родные, которые так заботятся о своих детях. Ну, знакомая история, правда? Вначале молодым это все на руку, почему бы и нет? Им приятна эта помощь, но со временем муж и жена приходят к тому, что еду может приготовить одна из мам, а всякие мелкие работы по дому может сделать один из пап. И постепенно муж все чаще и чаще обращается к маме за тарелочкой супа или еще чего-то. А жена все чаще и чаще обращается к отцу, к своему, чтобы он там что-то подкрутил, подчинил, и оно как бы входит в привычку. И, казалось бы, мелочь. Но незадача мира нет, все чаще и чаще слышны претензии друг к другу, какие-то обиды, все чаще и чаще они отдаляются друг от друга, потому что нет особой нужды. У меня есть мама, у меня есть папа, да? И получается, что вроде Писание учит почитать родителей, да? А почему-то возникает момент, когда понимаешь, родителям надо жить отдельно, а молодым отдельно. Итак, какие-то вот вопросы. Какие должны быть действия мудрой жены в данном примере? И как правильно поступать со стареющими родителями, чтобы не ущемились их права и в то же время, чтобы не порицалось Слово Божие, где четко написано, что оставит отца и мать и прилепится к жене? Очень интересная ситуация, я думаю, что она для многих знакомая. Она знакома в том, что родители не хотят отпустить своих детей. столько лет, столько времени, это как, знаете, плоти от плоти, кость от кости, твое родное, ты воспитывал, ты вкладывал, ты себя не щадил, так сказать, и вот кто-то пришел, кто это все похитил. И вот эта рана какая-то, она очень часто у многих не заживает, по жизни слезы, кровоточи где-то, и у кого-то проходит, у кого-то нет. Одна единственная деталь, которую должны понять, которая основополагающей является здесь, что оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене, просто это появление, и будут двое, одна двое. Оставит. Он оставит географически, оставит материально, оставит физически. Бывают сложные моменты жизни, когда на первых где-то каких-то парах, ну, другого просто выхода нет. И скажем, и молодой семье приходится жить где-то в родительском доме какое-то время. Это было. Это и в нашей семье так было. Мой брат, мне кажется, с женой лет шесть, пока они строили свой домик, они в маленькой комнатке жили, где рождались у них дети, и так далее. Вот когда родители хотят помочь детям, они могут им помочь в одном случае, когда и дети об этом попросят. Мой отец всегда учил меня, он говорил, что не будь добрым тогда, когда тебя не просят. Я не против борща. И я не против всего того, что может приготовить одна из мам. Но это должно быть строго добровольно, строго безусловно, просто от доброго чистого сердца. Это не говорит о том, что эта мама будет продолжать варить борщи, скажем, для меня, для моих детей, сколько я буду жить, или сколько она будет жить. Если она хочет помочь, она может это сделать, но без всяких на то условий. Почему случаются трагедии педы? Потому что мне кажется, что в момент вот этого образования новой семьи не была отрезана пуповина. И вот когда она не была отрезана, и кто-то остается на этом шнурочке, или сын, или дочь, это принесет со временем проблемы. Обязательно это принесет со временем проблемы. Мы не против помощи. Забота, которая остается у родителей, она больше превращается теперь из, так сказать, верховенства власти в душепопечительскую, я бы так сказал, заботу, в молитвенную поддержку детей, в наблюдательный, пастырский вот такой, как бы, надзор. И вот они с этой стороны, они наблюдают, смотрят, не имеют права ни умешиваться, ни влазить, пробовать что-то разрешить, там, залезть в клозет какой-то, или по кастрюлям полазить, или залезть в холодильник, там, и так далее. Это отдельная семья. Они никогда не станут на ноги, если им не дать возможность жить. Вот почему люди учатся плавать? Потому что их однажды, может быть, кто-то толкнул, потолкнул, и он начал грести. Если он не начнет грести, он утонет. Вот так и молодая семья. Если они сами не начнут, притираясь друг к другу, а практически это происходит очень остро в самый первый год. Он самый тяжелый в этом плане, когда вот два чужих человека сходятся. Неплохо, когда папа может что-то помочь. Но папа может помочь в том случае, когда я уже не могу, и ситуация emergency такая, ситуация такая срочная, что, ну, просто безвыходная, и папа, помоги. Но когда это отец делает регулярно, когда он не вылазит с этого гаража, когда он не вылазит из-под этой машины, и так далее, и так далее, и так далее. прежде всего, он лишает меня быть хозяином в доме, быть мужчиной в семье, быть мужем для своей жены. То есть, я имею вот этих нянек, так сказать, которые, как коррегиверы, возможно, ходят, и то поднеси, и там принеси, и здесь унеси, и так далее. Вот. Они имеют право помочь, но тогда, когда их об этом попросят. Почему? Потому что их власть закончилась с того момента, когда образовалась эта новая семья. Дайте им возможность жить, пустите их, пусть они идут, пусть они образовывают свое гнездышко, а вы наблюдайте, молитесь, попросят вас о чем-то, помогите. Почитание и повиновение родителям это разные вещи. Потому что даже вот, когда уже родители старенькие, я вот думаю, очень часто еще есть какая одна беда, что родители продолжают воспринимать своих детей на уровне второго класса. И им кажется, что их 50-летняя дочь осталась той же маленькой девочкой, которая там, возможно, посла корову когда-то, или еще что-нибудь, вот в таком, и она ей то туда, то туда, то сюда, то туда. Извините, она взрослый человек. У нее своя семья. Мама это не может понять. Уже будучи пожилой женщиной, она не может с этим согласиться. Что, и как-то однажды, помню, я в разговоре с моей тещей, я как-то попытался, ну, в нашем, таком, семейном кругу, ну, как бы сказать, расставить, некоторые точечки, вот такие. И я сказал, что, во-первых, она моя жена, во-вторых, она ваша дочь. То есть, она никак не ваша дочь, а потом моя жена. Она моя жена, а потом ваша дочь. То есть, ваша власть, как бы, над дочерью закончилась тогда, когда она стала моей женой. И мы в состоянии, если мы замотались, если мы закрутились, если там, ну, какое-то ЧП произошло, мы не смогли. Мам, помогите. Нормальная мама, нормальная мама, она всегда поможет. Я встречал ненормальных мам, которые остались по букве бабушки, но не по духу. То есть, она говорит так, я своих вынянчила, вы своих сами нянчите. Вот. Но нормально, бабушка при нормальных отношениях, она всегда будет открыта, она всегда будет готова помочь, у неё сердце всегда расположено, почему? Потому что это её радость. Дети, внуки и так далее. То есть, это то и другое. Иногда, иногда мы можем даже не запрещать делать то, что они хотят, но если это будет идти в ущерб отношениям семье, мы должны перекрыть здесь. Не то, что там кислород, воздух, доступ в дом, но поставить всё правильно, конкретно на место. Она моя жена, это её обязанность, а я её муж. Это моя обязанность. Вот. Потому что, если папа будет приходить в дом, не так давно мы попытались достроить к старенькому домику, ещё немножко к нашему сыну. Я ему сказал, знаешь, сынок, очень хорошо, что я это сделал, ещё когда ты не был женат. Почему? Потому что её нет здесь. А если бы она пришла сюда, она сказала, мне это не нравится, мне то и не нравится, мне вот так бы это сделать, это туда. А так она пришла на готовое. Пусть радуется, пусть благодарит, и дальше живите себе. А потом делайте всё, что хотите. Строите, перестраивайте там и так далее. То есть, вот эти отношения нужно выстраивать. Жаль. Очень жаль, что вот как раз многие пожилые люди с этим никак не могут смириться. Что их власть в этом плане закончилась. Они стараются продолжать вот так давлеть, властвовать, командовать. Им кажется, что они ничего особого не делают. Они ничего не говорят. Они ничего не сделали, всё кипит вокруг. А я ничего не делал. Ничего. Достаточно там слова одного и всё, и всё закипело. Поэтому вот в этом плане, в этом плане всё-таки нужно отделиться и правильно делать те люди, у которых есть возможность, которые с первого дня, мы ушли с женой с первого дня на квартиру. Да, мы платили за это деньги. Да, может быть, где-то оно там как-то нам было накладно, но мы с первого дня с Оксаной ушли на квартиру. И мы в этом выиграли. Почему? Не было никого рядом. Не было никого рядом. Да, она мне как-то говорила, если бы ты знал, сколько продуктов ушло. Почему? Потому что она вырастала там, где была бабушка, там, где была мама. И практически кухни, ну, подхода как особого не было. Она говорит, если бы ты знал, сколько ушло, вот этих продуктов. Поэтому отдельная жизнь, это благословенная жизнь. И кто вкусил это, он не променяет уже вернуться куда-то там с родителями жить, там и тогда. Он любые деньги будет платить, но у него это маленькое гнездоское счастье, где он себе может чувствовать себя счастливым вместе с своей женой. Спасибо. И еще один вопрос, это уже о мужчинах. В семье шестеро детей, где первые пятеро детей это девочки. И последний мальчик воспитывается пятью няньками. Он младший. Он понял, что его с его мнением никто и не спрашивает, никто и не считается. И что для принятия решения есть женщины. И при том не одна. Все, что ему остается делать, это доверить себя в надежные женские руки. Приходит время, он вступает в брак, супруга парня ожидает от него соответствующего поведения. Но не получивший этого навыка, на его испеченный муж даже и не представляет, что же от него вообще хотят. На жену возлагаются все обязанности, которые должен нести он. Она выписывает Билл, она вдохновляет мужа, чтобы он брал на себя ответственность в принятии важных решений. Воспитываются дети, обслуживают домашних. В общем, она делает все. Буквально имеет власть над домашними, над мужем, над всем. Потому что он так воспитывает. Ему так было удобно. Ну, что же должна в этом случае сделать мудрая жена? Ну, и может быть, найти какой-то пример в Писании, если есть? Я не знаю. Ситуация очень простая. У нас немножко было по-другому. Скажем, я был восьмой в семье, и до меня было шесть мальчиков, потом одна девочка немножко по-другому. Этот вопрос. Ну, когда пять девочек? Я просто скажу, что это прямое упущение отца. Или такое впечатление, что этих пятерых девочек и этого мальчика воспитывала мама одиночкой, что папа не был дома. или если папа был, то он не сделал то, что должен был сделать. Любой. Или мама. Я скажу сейчас больше любо отца. Почему? Почему? Потому что любая мать, любая мать, она хочет иметь дочь. Любой отец, он хочет иметь сына. Почему? Потому что это наше прямое выражение. И вот как раз девушка, которая, скажем, встречается там с каким-то парнем и смотрит на него, на него образ, она всегда, вот когда она смотрит на мужчину, у неё всегда в её сознании всплывает образ её отца, ассоциация. Вот когда она выбирает мужа своего, вот она в её ассоциации с образом её отца, в представлении, она сравнивает. И вот прямая обязанность отца, даже если там один мальчик, даже если он последний, разницы нет. Даже если там девочки были, в семье должен вырасти мужчина. Не женоподобный мальчик какой-то, а должен вырасти мужчина. И вот это как раз обязанность отца. Отец должен был научить его. Держать отвертку в руках. Отец должен был научить его, скажем, что открыть капот, что такое аккумулятор, что такое генератор, как колёса прикручиваются к машине. Отец должен был научить его пилить пилой, отец должен был научить его некоторым вещам, которые, ну как бы, чужды девочкам. Девочки, они более такие по дому, по хозяйственному, женственному, скажем, кухня там, может быть, и все такие вещи. Хотя, хотя любой уважающий себя мужчина должен мало-мальски уметь на кухне работать. Почему? Это приятно его жене. Он никогда ей не будет мешать, но ей приятно, когда он поможет ей. Ей приятно, когда он попробует то, что она сделала. И вот этот мальчик, скажем, который вырос таким паенькой, вот в этом как раз виноват был его отец. Отец не вложил в него нечто мужское, нечто то, что, или он, может быть, не видел это в своём отце, когда они жили в этой семье. Мальчик, который вырастает, в присутствии мужчины, в присутствии отца, он должен быть этим отцом, но поэтому отец должен его брать с собой всегда, туда, куда он идёт. К примеру, даже если отец идёт на рыбалку, он должен его взять с собой, он должен показать ему удочку, он должен показать ему крючки и червяки, он должен научить его этим вещам, он должен научить его, к примеру, водить машину, он должен его научить разбираться в каком-то строительстве, в каком-то мелком ремонте по дому это не обязательно что он должен там стать там огромным там строителем и таким уже там билдером скажем нет но он это обязанность отца и в любой семье тогда этот мальчик даже присутствие девочек он вырастет мальчиком он вырастет будущий мужчиной который в способство или в состоянии будет за собой потом повести семью стать лидером как бы в этой семье но может быть в этой семье мама тянула все на себе возможно и и у него нет куда было взять этот пример и поэтому вот это давление которое оказывали вот этих шесть женских особей там сказать да вот оно было настолько сильным что подавлялось в нем все его мужское и и он не видел себя как реализатор потому что все решала мама возможно все решали сестры возможно за него вместо него от него и и так далее это неправильно это упущение прямой отца мудрая жена если мы говорим мудрой жене она всегда скажет слушай коля петь его болтух растет какой-то у нас с тобой ничего не может не гвоздя забить не не это делай что-то и папа должен что-то делать то есть как бы мудрая жена она в любом случае даже если этого отец не замечает или не хочет или нету времени она одета как-то будет мужа своего поталкой что миленький родной пусть он не растет таким размазнёй пусть он какие-то мужские качества может его где-то в баньку там возьми с собой может чтобы он почувствовал что такое температура что такой удар веника может быть он почувствовал что такое там пробежаться утром несколько километров это то есть что-то что-то чтобы воспитывала в нем мужской может быть там где-то турник надо его потянет какие-то гири отель то есть в любом мальчике где-то живет если отец его не направляет к этому не не поддерживать то он и таким вырастет вот и потом и результат будет такой и потом эта бедная женщина его жена она будет все на себе тянуть почему потому что вот этой модели как должно быть он не увидел в своей семье вот почему семья это то место где вырастает будущее жены и будущее мужья которые должны из семьи видя правильный хороший пример они должны вынести вот это все доброе что что заложено богом и и поручено этим двум людям папе и маме вот отец если справляется со своей задачей то мама им даже если не справляется мама им поможет для жена она обязательно ему поможет потому что она его любит то есть это жена которая получила такое наследие уже должна просить сверх мудрости чтобы вывести такого мужа на абсолютно на куда-то абсолютно уровень который необходим абсолютно и может быть такое что и за всю свою жизнь она не найдет ответ на этот вопрос да и такое бывает 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 но это уже как-то больше похоже на крест какой-то такой тяжелый но обратно такие мы же сами выбирать поэтому должны радоваться быть довольны благодарить бога и а ведь жизнь это то время когда бог работает над нами и вот для этого есть семья где как раз вот этот процесс происходит процесс не то что там притирание скажем это даже процесс взросления и духовного восстановления вот мы идем по жизни потом когда детки растут мы вместе идем вместе растем я говорю что они воспитывать нас мы их воспитываем так вот так продолжается поэтому вот мудрая жена как раз если она бога боится она будет руководствоваться божьими советами как правильно поступить она не промахнется да а как людям мы способны ошибаться как людям и способны допускать какие-то ошибки в своей жизни но по большому счету человек который имеет личный контакт с богом и имеет страх перед богом это бог возвращает это вот как раз тем что он дает в каждой конкретной ситуации правильное решение вопроса вот это 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 мудрость вроде знаешь все а вот как сделать самый лучший какой метод или выход не знаю господи в разуме и бог дает вот как раз вот этой женщине бог дает бог дал женщине столько сколько не дал ни одному мужчине они настолько выносливые они настолько что вот этот ресурс их внутренний что мужчину остав на один день в женской упряжке он взвод он взвод поэтому я не то что с ними да надо с как с ним мощнейшим сосудом все правильно но но у них такая мощь и такая сила и вот как раз их сила прежде всего сокрыта их вот их женственности и вот в обаянии перед чем не может устоять ни один мужчина вот когда женщина это пользуется бы тоже тоже мудрость от бога тоже мудрость от бога вот она этим держит его она этим привлекает его она он ее она его вот это вот эта связь она она прекрасна и только смерть таких людей наверно может разлучить спасибо ну и обычно мы как-то в конце разговора просим гостя нашего дать пожелание слушающим слушателям как бы закруглить беседу ну я понимаю что может быть и наши слушатели люди разного положения семейного кто-то состоит в браке кто-то нет тот кто состоит в браке вы можете посмотреть назад я хотел бы вернуть вас в начало ваших отношений и чтобы вы оценили ваше реальное положение сейчас столько лет вы вместе действительно вы пришли к тому чему вы хотели действительно ли вы нашли то что искали действительно ли вы построили тот дом своей семьи в котором вы хотели жить я говорю всегда своей жене я хочу с тобой составиться то есть другими словами нам мы не представляем жизни друг без друга и в этот дом не хочется бежать и в этот дом не хочется идти я желаю что ваш дом был домом куда бы вы всегда бежали куда бы вас всегда несло как на крыльях потому что в этом доме вас ждут всегда в этом доме вас любят всегда в этом доме вам готовы помочь всегда поддержать в этом доме всегда за вас молятся переживает в этом доме ждут ваших звонков когда вы отсутствуете в этом доме ждут не вашего, а вас. Поэтому я желаю, чтобы вы не просто сохраняли то, что вы имеете, а чтобы с каждым днём любовь умножалась у вас, в ваших отношениях, возрастала. Потому что любовь имеет свойство и охладевать. Это то состояние, над которым работают два человека, любящих любовь. Это движение навстречу друг другу. Если мы перестали двигаться, у нас произойдёт крах, проблема и катастрофа. Поэтому те, кто имеет семью, я желаю каждому, скажу по Писанию, мужу я желаю быть блаженным. А блаженный муж, написано, тот, крепко любящий Господа и соблюдающий его заповеди. Вот этого человека, вот этого мужа, мужчину Библия называет блаженными. Вот вам я желаю быть такими мужьями. Все, кто состоит в браке. Всем женам, которые состоят в браке, я желаю быть мудрыми жены. Потому что качество мудрой жены, мы сегодня о них рассуждали очень много, они напрямую связаны, есть Бог с этим человеком или нет. Потому что признак мудрой жены – это когда Бог с тобой. Я хочу пожелать всем сёстрам, всем женам, чтобы Бог был с вами. Бог будет с вами тогда, когда вы будете с ним. И вот этот Бог будет вразумлять вас, наставлять вас на путь, по которому вы идёте. И на этом пути давать вам самое правильное решение любых вопросов, ситуаций, которые стоят по жизни. Ну а тем, кто одинок, даже может быть не одинок, а кто не связан ещё с семейными узами. Я желаю вам найти, желательно, побыстрее. Не тяните с этим вопросом. Да, есть ему своё время. Не тяните с этим вопросом. Почему? Потому что мы сегодня говорили о том, что жизнь очень коротка, а семейная жизнь ещё короче. Не думайте о том, что вы выучитесь, ещё вам три года, десять лет учиться, а вот потом где-то как-то. Это потерянное время. Это время, когда вы можете жить вместе, наслаждаться друг другом, когда вы можете созидать свой дом, когда вы можете просто быть счастливы для того, что вы вместе. Вы будете мучиться, вы будете не жить. Я хочу вам пожелать жизни, жизни прекрасной в браке. Почему? Потому что человеку не хорошо быть одному, если вы не просто тот человек, который дал бед безбрачия. Это другой вопрос. А так, вы должны согласиться с тем, что человеку одному плохо. Это истина Писания. Это истина жизни. И это проверенный опыт. Всё-таки двоим лучше нежелевному. Пусть будет благословена ваша жизнь. Пусть будет она успешной, ваша жизнь. Пусть плоды и результат присутствия Бога в вашей жизни будут видны прежде всего в вашей личной духовной жизни, потом в вашей семье и с теми людьми, которые встречаются с вами по жизни. Да благословит вас Господь. С Богом, друзья, до свидания. Дорогие слушатели, спасибо большое за внимание. Хочу напомнить, что беседу мы проводили с братом Вениамином Назарук. И беседу проводила я, Ирина Афичук, Церковь Спасения. Благословений вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова